Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам хочу представить томаты для засолки. Вот такие вот черрики, которые у меня оказались пересортом, но довольно-таки вкусные оказались, и ранние. И очень урожайный кустик вышел. И по просьбе одной из моих подписчиц, она сказала, что я такие черрики хочу видеть у себя в огороде, оставьте мне, пожалуйста, их на семена. Но я решила, раз человек просит, завязались они очень великолепно, просто великолепно, уже с них снято. Они завязали все кисти подряд, без пропусков. Уже снято с них довольно-таки много, и будут еще сниматься. Спеют они прямо вот разом. Так что можно их использовать для засолки. Номер еще пока я ему не дала этому черрику. Вот. Черри красный будет называться. Томат для засолки, который никак не хочет покраснеть, вернее, не покраснеть, позеленеть, потому что это зеленоплодный томат. Тоже завязался великолепно. Вот. Это фландер-контраст. Почему-то он не хочет спеть никак. Вот хоть ты тресни. Может быть, даже это не фландер-контраст. Посмотрим, сейчас поспеет оно или не оно. Но это, если это оно, то это зеленоплодный томатик. По форме вроде похож. Тоже завязался хорошо. Кустик не очень высокий. Примерно метр шестьдесят в высоту. Вот такой вот фландер-контраст. Следующий и очень урожайный сорт. Просто великолепный сорт. Это пересорт был французский поцелуй. Но оказалось, не то выросло. Великолепные плоды. Не очень крупные. Хотя есть и экземпляры довольно-таки крупные. Причем и не из махрового цветка. Вот попадаются тут несколько экземпляров. Он начал уже созревать. Красно-оранжевого цвета плоды. Я его назвала французские сердечки. Я просто не могла устоять перед его урожайностью. Вяжет великолепно до самого верха. Вот такой вот красавчик. Французские сердечки. Просто. Мне он очень понравился. Думаю, что он в засолке будет неплох. На вкус еще не пробовала. Но скоро сорву вот эту парочку томатиков. Вот такой вот красавчик. Томат для засолки. Пурпур рашин. Черные сливки вот такие с носиком. Снято с него уже очень-очень много плодов. Сегодня я с него брала уже семена. Вот. Завязался великолепно. Кустик липенький. Ну, листья вот надо полить. Подвяли чуточек. Куст. До самой макушки он завязался даже. Вкус примерно метр семьдесят в высоту. Великолепный томат. Очень вкусный. Мясистый. Я уже вот сегодня семена с него брала. Пробовала. Очень он мне понравился. Но больше в теплицу его, конечно, сажать не буду. Я в теплицу предпочитаю крупноплодные сажать томаты. Пурпур рашин. Вот такой вот томатик. Красавчик. Еще один томатик для засволки. Это гай. Так. Господи. Розовый гай. Высота кустика примерно 60 сантиметров. Некрупные плоды. Уже с него сняты. На этом кустике весь усыпанный. Просто весь усыпанный плодами. Там еще сзади у него висят плоды. Очень урожайный кустик. Уже сегодня с него брала семена с этого сорта. Вот такой вот еще один засолочный томатик. Невысокий. Засолочный томатик, который я повторяю второй сезон. Сорт под названием «Любимый король». Кустик примерно сантиметров 60-70. Завязал очень прилично. Но пока, к сожалению, еще плоды зеленые. Но приходится снимать сейчас, потому что начинает у меня горячая пора по сбору семян. И мне потом просто будет некогда делать съемки. Поэтому снимаю на данный момент сейчас. Вот такой вот томатик «Любимый король». Мощный такой кустик сам по себе. Низкорослый. С мощным стеблем. Вот такой красавчик «Любимый король». Вот такой замечательный томатик, который растет у меня в открытом грунте. Сорт называется «Золотая канарейка». Засолочного типа томатики. Еще я не снимала с него. Хочу вам показать его. После этого буду снимать урожай. Завязал очень шикарно кисточки. Не хочу сказать, что они вверх громадные. Но в теплице, я думаю, был бы урожай у него гораздо больше. Вот такой красавчик. «Золотая канарейка». Посмотрите, сколько у него там кистей завязано. Засолочный томатик. Не очень он у меня оказался урожайным. Может быть, в теплице он показал бы себя лучше. Это нашумевший сорт «Цыпочка». Вот она, первая кисть у него. Выше вот они. Не очень большие кисти у него. Может быть, в теплице он показал результат лучше. Но, к сожалению, что есть, то есть на данный момент. Ничем он, правда, не отличается от «Золотой канарейки». По мне, так это два одинаковых сорта. Причем даже «Золотая канарейка» мне нравится больше. Вот такой желтоплодный томатик для засолки. Вот такой вот красавчик. Охровые игрушки универсального назначения. Можно как и в салат, можно как и для засолки. Потому что есть и помелче, и покрупнее томатики. Очень красивый, очень вкусный сорт. Такой в меру кислинка, в меру сластинка. Мне он очень понравился. Очень урожайный. Растет у меня их три куста. Этой груши, охровая груша. Это вот единственный кустик, который у меня посажен на улице. Великолепный томатик, охровая груша. Очень урожайный томатик. Не знаю, пересорт, не пересорт. Называется медовая груша. Но на грушу что-то особо не похоже. По идее, должен быть желтым. Посмотрим. Начал один томатик уже спеть. Посмотрим, что из него будет. Но урожай у него просто шикарный. Кустик весь усыпанный. Кустик невысокий. Примерно сантиметров пятьдесят. Очень урожайный томатик. Позже видно вид сверху у него этого томатика. Сколько на нем плодов. Посмотрите. Просто красавчик. Засовочного типа томатик. Называется старик хаттабыч. Вот такие у него интересные плоды. Завязал он очень неплохо даже. Вот такие непонятные формы плоды у него. Очень неплохо завязал. Не могу здесь особо пошевелиться. Потому что тут сзади я боюсь, что еще сломаю. Начал уже спеть этот томатик. Если честно, боялась, что он вообще у меня ни одного кустика не взошло. И очень обрадовалась, когда при посадке я его обнаружила. Что все-таки хоть одна, один старик хаттабыч, но у меня зашел. Вот такой вот кустик. Очень красивыми и интересными плодами. Старик хаттабыч. Засовочный томатик. Такой вот анатоциан сплошной. Темные плоды. Но еще он не созрел. Он должен снизу быть красненьким. Но пока он там зелененький. Еще не поспел. Вот засовочного типа. Это королева ночи томатик. Не очень урожайный кустик. Но чисто как кустик экзотика у меня. Он тут на грядочке. Королева ночи. Вот такие вот у него плоды. Красавчики. Смешной томатик, который еще пока не думает зреть. Сорт под названием палка. Весь куда-то позавалился, посломился. Под весом своих маленьких и даже вот этих плодов, которых довольно-таки приличное количество на эту палку. Не знаю, что из него будет по вкусу. Насколько в степени нальются плоды. Кустик экзотика. Попробовать один раз можно. Но больше я бы такой сажать не стала, если честно. Сорт палка. Томатик с индириидальными плодами. Ну, не сверх урожайный кустик. И считается одним из самых высокорослых сортов в мире. Это покоритель неба. Он уже, правда, у меня покорил пока крышу теплицы. Но он готов, по-моему, еще дальше и дальше покорять плоды засолочного типа. Еще, правда, нет, вернее, сняла с него много, но за консервацию я их не использовала еще. Лежат, ждут своего часа. Вот такой вот томатик высокорослый. Покорить. Покорить.